ребята привет сегодня я вам покажу 5 простых быстрых и полезных рецептов завтраков 4 из которых вы сможете увидеть сейчас на канале а 5 будет моим инстаграм все интересные и необычные продукты для этого ролика предоставил сайт royal forest в описании к этому ролику есть мой персональный промокод для скидки 1 рецепт очень просто исполнение но при этом безумно вкусен если у вас нет семян че то можете спокойно заменить их на овсянку и у вас получится каша кстати все необходимые ингредиенты и пропорции каждому из блюд я оставила внизу в описании запоминаем пропорции на 3 столовых ложки семян мы добавляем 200 миллилитров молока или стакан перемешиваем это все и отправляем в холодильник на 10 минут после чего перемешиваем повторно и оставляем уже на ночь получается вкусное и полезное лакомство которое я поливаю сиропом агавы дополняю бананом и просто наслаждаясь калорийность на 100 грамм этого блюда сможете видеть на экране второй рецепт является полноценной альтернативой бутерброда на завтрак или же неполезным тостом для этого рецепта я решила использовать кокосовую кунжутную пасту а также авокадо для начала я разрезаю пополам авокадо и достаю ложкой всю мякоть главное чтобы авокадо был мягким его можно было смолоть вилкой дальше при помощи ножика я наношу его на хлебец ржаной я просто обожаю эти тонкие ржаные хлебцы и посыпаю солью а вот второй хлебец я решила намазать кунжутной и кокосовой пастой лично для меня кокосовая паста показалась более вкусной но в принципе и кунжутная тоже ничего она содержит горчинку которая свойственна кэрбулу который добавлен в эти пасты дополняю это все бананом и я решила заварить иван-чай там много всяких цветочков и корочки апельсина получилось очень классно третий рецепт специально для любителя оладушков и в нем я решила использовать свои сиропчики которые находятся в таких маленьких и милых баночках что же для начала мы сами сделаем овсяную муку зачем нам покупать ее в магазине когда мы можем просто в кофемолке перемолоть хлопья и получим овсяную муку дальше мы смешиваем все ингредиенты которые вы опять-таки сможете посмотреть в описании к ролику делаем жидковатое тесто и переходим к сковородке всегда первый блин получается комом поэтому не удивляйтесь первые блинчики будут переворачиваться не очень хорошо жарю я их на антиплекарные сковородки без использования масла хочется немножко правда помочиться с первыми но посмотрите какие красавчики получились старые ну а дальше остается выложить только аппетитную гору и я поливаю все это можжевеловым сиропом он обладает небольшой горчинкой но при этом сладости мне очень понравилось четвертый рецепт для тех кто любит что-нибудь солененькое на завтрак и не хочет кушать что-то сладкое для начала я видоизменяю состояние яйца я просто делаю скрамбл это такое американское блюдо по идее просто омлет сделала на сковородке хорошенечко разламывая его на мелкие кусочки также я беру пророщенную зеленую гречку у меня целый килограммовый пакет видео каким образом я ее проращивала я оставлю в описании это видео от другого автора нарезаю мелкими ломтиками огурец также шинку капусту и теперь нам просто нужно взять и смешать все ингредиенты в одной миске я также добавляю арахисовое масло у меня осталось его совсем чуть-чуть но оно придает незабываемый неповторимый и шикарный вкус не забывайте о том что все рецепты вы можете легко видоизменять добавлять новые ингредиенты и убирать те ингредиенты которых у вас нет ну а если же вы хотите заказать какие-нибудь интересные продукты с сайта royal forest то обязательно воспользуйтесь моим промокодом который даст вам скидку ну и также переходите в мой инстаграм чтобы увидеть последний сладкий и очень-очень вкусный рецепт я вас очень сильно люблю до встречи в одном из следующих роликов целую пока пока пока